Сегодня будем выводить кротов. Забудьте о том, что вы когда-либо слышали, смотрели или читали про то, как извести кротов. Сегодня я вам покажу метод, действительно действующий, на 100% рабочий. Кроты сбегут просто в ближайшие дня-два, и у вас никогда их в жизни больше не будет. Итак, смотрите, вот мы раскопали характерный выброс земли, и вот у нас здесь получается норка. Вот она у нас уходит куда-то туда. Что мы делаем, смотрите, берем подходящую по диаметру трубу, чтобы она прям плотненько-плотненько так сюда вставлялась, да, смотрите, прям четко облегала края его норки герметично. Все, поставили, да. Что делаем дальше? Крот, крот, хрот, уходи в чужой огород. Все, ребят, вот такой способ. Данную операцию нужно повторять по несколько раз в день. Пока кроты не уйдут на соседский участок. Как понять, что кроты ушли на соседний участок, на нем будут появляться характерные такие кучки. Все, как кучки начали появляться, вот где-то здесь они должны быть, вот уже скоро появятся. Я думаю, он уже, скорее всего, он пополз уже, все, он уже начал копать. Я думаю, вот просто здесь подсыпка ему не очень удобно, он будет поглубже взорваться сейчас. Думаю, где-то вот здесь, наверное, уже поглубже будет уходить под подсыпкой и буквально пару дней, и все. И он вылезет там и будет там жить. Все, ребят, не благодарите, как бы раскрываю секреты. Придцессу всех, друзья, мы продолжаем борьбу с кротами. В том году по осени я вытравливал их соляркой, в норке туда запихивал смоченные соляры тряпки. И вроде бы проблем не было, наверное, полгода, как бы, никак роты себя не показывали. Может, они ушли, пришли опять, а может, они не ушли, где-то в гнезде там отсиделись, нанюхались там соляры и кайфовали, сидели. Опять появились, короче, кучки, опять появились норы. Так, вот здесь, ну, это что-то, не знаю, кошку что-то раскопало, здесь была вот кучка выброс. Вот здесь вот небольшой. Роет уже гад подкоп, короче, под гараж мне, под новый. Дальше, короче, перекопали всю клумбу, перебурили тут. Вообще страх божий. А вот еще, еще, значит, одна кучка. Вот здесь вот так вот местами. Ну, короче, копают, роют усердно. Поэтому вот еще одна кучка, да. Копают, стараются изо всех сил. Итак, ребята, что было приобретено? Были приобретены вот такие каталоги. Вот такие вот две штуки. Они идут комплектом. Как это все работает? Смотрите, каталогка возводится вот так вот. Так, сейчас. Один момент. Я специально купил перчатки. Помыл руки хорошо, чтобы это... Так, что я тут никак не соображу. Помыл руки, чтобы не было запаха. Возводится, она вот так вот, короче, зацепается вот сюда. И что происходит? Когда у нас... И вставляется в нору. Сейчас мы это будем делать. Когда у нас крот идет, он пройдет как танк. Он упирается вот башкой в этот язычок. По идее, он сюда прям четко должен носиком своим войти. Прям точно сюда. И вот так вот, бам. Все. И, короче, ему приходит хана. Ну, если он, конечно, не силач, не атлет, то поднять он вряд ли ее сможет. Но ее нужно закрепить. Итак, давайте почитаем, что нам пишет инструкция, значит. Итак, крот не является грозуном, но постоянно рой ходы для поиска пищи. Он поднимает наверх корни растений. Любимая еда кротов – дождевые черви, бла-бла-бла. Крот истребляет дождевого червя со скоростью от 80 до 150 грамм в сутки. Поэтому ее можно отнести к чрезвычайно вредным для сада животным. Понятно. Принцип действия ловушки нажимной, ведь крот практически слепой. А все, что попадается ему на пути, он старается оттолкнуть. Кротоловки обычно ставят на ночь. Время наибольшей активности. А утром проверяют. Для успешной борьбы с кротами желательно 5-6 пар кротоловок. В нескольких местах. За одно лето на каждом ходу можно выловить 10-15 кротов. Кротоловки устанавливают входы кротов между кротовинами. Между кротовинами, скобочкой горки земли, проходят прямой соединительный ход. Для начала нужно найти наиболее посещаемые ходы, использовать их для установки кротоловок. Пройтись по кротовым кучкам и затоптать их. Те ходы, в которые крот прошел, вновь обретут вытолкнутую землю. При помощи ножа, нащупав ход, вырезать пласт земли. Длиной 40-50 сантиметров. Так, чтобы полученные отверстия, поместились две кротоловки. Зарядить кротоловку, заведя уже много, ну остальное все понятно. Кротоловку нужно зафиксировать с помощью деревянного колышка. Так, ладно, что сейчас будем пробовать? Только вот не знаю, что нам с этого копать. У нас тут целая куча вообще ям, зачем нам браться? Давайте попробуем сначала копнем вот эту. Ну тут как-то нужно ходы искать, какие-то более посещаемые. Я пес его знаю, как бы как-то... Здесь что-то вообще как-то это... Непонятно ничего. Выброс земли здесь был, а что тут, куда он копал, я вообще не понимаю. Тут нихрена вообще нет. Старное какое-то место. Ничего не понимаю. А, вот один ход. Нашел я. Ну, нужно, чтобы было два, по идее. Может, это просто выброс, как бы, нужно искать, вроде, между двумя ямками. Ну а как, у меня тут от одной ямки до другой здесь метров пять, наверное, как и непонятно, по какой траектории он что-то напрямую, что ли, копал. Вряд ли он копал напрямую. Второй здесь нет, потому что я, по этому, не знаю, как бы. Пойдемте в другое место искать. Здесь непонятно ничего. Вот здесь вот у нас хорошая ямка. Прям под этими... Прям под цветами у Лены. Здесь, наверное, хороший ход прям, я чувствую. Нам нужно найти, по идее, вот, два отверстия, как бы, две, два хода. Он должен в одну сторону идти и в другую. Так, вот один есть. Вот один нашел я. Вот он. И где-то должен быть, по идее, второй. Так, нет, это не он. Что, здесь тоже второй, что ли, нет, я не пойму. Тоже один. Ну, если один, тогда, получается, вот, где две ближайшие, я не знаю. Ну, вот здесь и здесь. Получается, здесь, что ли, копать надо. Как бы это все странновато, конечно. Потому что, ну, тут все перекопано, все в ямках. И между какими рысь, я не понимаю, просто вот, в чем проблема. Вот здесь вот была, я помню, дыра какая-то. Вот здесь теперь дыра, как и хаотично. Вот здесь у меня дренаж, по идее, вот он не должен переползти. Вот здесь вот щебенкой просыпано. И вот здесь одна вот ямка. Если здесь одна, получается, ну, куда она? Он оттуда, получается, до угла, что ли, уходит здесь метров, наверное. Какой здесь, 5 метров, 8, наверное, здесь, 7. Что, как бы, на этом расстоянии, где сейчас копать, просто непонятно. Ладно, сейчас буду ковырять, как бы, искать, чтобы были два хода в две стороны. Ну, как-то это сложно все на самом деле. Итак, ребята, нашел я второй ход вот здесь вот у нас. Вот помидоры под цветами немного раскопал. То есть один вот уходит сюда, а второй, смотрите, вот уходит сюда. И сразу вот я чувствую палку, и уходит под 90 градусов. И наверх, причем. Вот я даже нащупываю куском арматуры вот этот вот блок, который стоит. Туда наверх. Потому что, ну, вот как говорят, копать между двумя ямками. Вот смотрите, ход пошел отсюда. То есть какой он загнутый, он вот так вот, короче, виляет, как бы, я не знаю. Ладно, теперь мы устанавливаем сюда наши картоложки. Они, как бы, я немного расширил уже отверстия вот этой арматуры, так вот, немного поковырял. Не обязательно прям целиком запихивать. Главное, чтобы перекрыть, как бы, выход. И можно вот в этом месте здесь потом зафиксировать, как бы, чтобы он все равно пролезет, если он здесь есть, если он здесь гуляет. И он попадется в нее по-любому. Немного у жены попортил цветы, будет ругаться, наверное. Итак, взводим картоловку, смотрите. Вот так вот взвели. И вставляем ее сюда. Вертикально, горизонтально, без разницы тут. Не принципиально вообще. Вот так вот вставили. Как раз прям по диаметру отлично подходит. И теперь вот здесь надо зафиксировать, может быть, или гвоздь, или еще что-то. Ну вот я поставлю парочку мне анкеров полного, анкерных винтов пару поставлю. Я не знаю, как корот к ним отнесется. Вот так вот нужно зафиксировать, чтобы он ее не вытолкнул. Вот так вот примерно. Отлично. И теперь точно так же ставим во второе отверстие. Во вторую норку ему. В эту сторону. Они вот еще на разном уровне, видите, как бы это повыше, та пониже получается. Крепим точно так же. Все. Вот у нас в два хода они поставлены, стоят. Теперь нужно это чем-то накрыть, какой-то дощечкой. И прикопать сверху землю. Дощечек. И вернем назад землю, которая здесь была. Вот, собственно, все. Проверять пойдем завтра, ну или послезавтра. Через пару дней посмотрим, что тут у нас получилось. Хотя сейчас я смотрю на масштабы разборины. Я думаю, что здесь таких картоловок нужно реально штуки по пары две-три, наверное, минимум. Сейчас, кстати, пройдусь, а как вот написано в инструкции, притопчу те горки, чтобы посмотреть там завтра, где он ходит, где он не ходит. Глянем, посмотрим. Ну что, ребят, давайте раскопаем, посмотрим, что получилось. Получилось, не получилось, попался там кто-то ли вообще. Сейчас посмотрим. Что тут у нас? О, смотри-ка, да. Один есть. Обалдеть. Ну, как-то выглядит это не очень эстетично, да, ребята? Так, ладно, давайте уберем, потому что не будем. Итак, ребята, это уже второе утро. То есть вчера утром я уже раскапывал, и что здесь было? Здесь была куча земли, то есть мои. Обе, значит, ловушки, так скажем, были засыпаны землей. Обе они были сработавшие, я не понял вообще, что тут происходило. То есть вот до сюда было засыпано землей сверху. Кротовий, я их раскопал, землю всю убрал и поставил назад. Я думал, что они вообще не работают, как бы, но... Да, ребят, это негуманно, да, это негуманно, но когда вам зароют, как бы, все, что можно, вот, дойдет это до таких методов. Пришлось, как бы, кротам объявлять войну. Короче, ребят, вот где выбор земли, как правило, в подавляющем большинстве случаев у него проходит там нора. Кормовая нора. Поэтому, если кучку эту раскопать, там должны быть две норки, как бы, в разные стороны. И, смотрите, вот здесь вот у меня еще зарыта банка. Вот сюда я вчера закапывал банку, давайте посмотрим, что здесь. Здесь тоже, как бы, кормовая нора у него. Здесь нет никого. Ну, ощущение, что здесь и не будет, наверное, никого. Ладно, мы закопаем и оставим все равно, как есть. Вообще, как бы, банка, по идее, даже лучше должна работать, это трехлитровая банка, закопанная. Ну, у меня ощущение, что это вот здесь вот нора уже старая, короче. Поэтому, видимо, они, может, уже не ходят здесь, забрасили ее. Все, это оставим. А там сейчас зарядим, поставим новый. Ну, что, вот, ребят, такие коротоловки. В принципе, работает, да, как видно. Будем продолжать воевать с коротами. Все, всем пока. По традиции, конечно, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, если видео понравилось. Хотя, сомневаюсь, что такое живодерство кому-то понравится. Ну, ребят, ну, да, как бы, а куда деваться? Как бы, мы их травили, мы им травили солярой. Я их заливал водой, пробовал. Ставили вот такие вот отпугиватели, вот, где вот у нас один старит, как бы, да? Вот банка, которая там болтается на ветру, бьет по металлической штуке. Ну, ничего не помогает, как бы. Жалко, жалко виноград, на самом деле, в первую очередь, который окуклится, потому что здесь, ну, очень активно начали бурить. Все, всем пока, всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok